В центре внимания трейдеров сырьевого рынка находится сегодняшнее заседание ОПЕК+, особенно с учетом того, что две предыдущие встречи так ни к чему и не привели в силу диаметрально противоположных позиций членов энергетической сделки. Саудовская Аравия выступает за сокращение объемов добычи, тогда как ряд других стран выступает за их увеличение. Примечательно, что неизвестно, кто именно выступает за увеличение объемов добычи. И при этом неизвестна позиция РФ, и как раз вчерашним вечером появились слухи, что Москва намерена поддержать позицию Эрриада, а идти против двух крупнейших экспортеров нефти в мире практически бессмысленно. Их совокупные производственные мощности и резервы столь велики, что даже все остальные нефтедобывающие страны не в состоянии выдержать ценовую войну против них. И эти слухи уже привели к некоторому росту цен на нефть. Если они подтвердятся, то цены наверняка пойдут в направлении 85 долларов за баррель. В противном же случае стоит ждать обвала ниже 80 долларов за баррель. Пока же фьючерсы на нефть марки Brent второй день подряд проявляют активный восходящий интерес, вследствие которого наблюдается рост стоимости актива более чем на 3,5%. Котировки поднялись выше отметки 83 доллара, что свидетельствует о силе покупателей после недельного застоя. В случае устойчивой фиксации котировки выше уровня 84 доллара, возможен дополнительный рост объема сделок на покупку, что в теории может послужить первичным техническим сигналом о смене торговых интересов. Фьючерсы на золото третий день подряд обновляют локальный максимум восходящего цикла. Это указывает на инерционно-спекулятивный ход, и в данной ситуации наблюдается четкий технический сигнал о перекупленности актива. В то же время, учитывая близость котировок к историческому максимуму, возможно возникновение сопротивления дальнейшему росту графика может привести к замедлению восходящего цикла в диапазоне между 2050 и 2080 долларов и переходу к стадии коррекции. Важно отметить, что технический сигнал о перекупленности актива может быть проигнорирован в условиях воздействия спекуляций, открывая тем самым возможность для дальнейшего роста и обновления исторического максимума. Такт настроения могут измениться, если публикуемые сегодня данные по инфляции в еврозоне зарегистрируют замедление темпа роста потребительских цен. Такая новость заставит инвесторов поверить в то, что именно европейский центральный банк будет первым, кто начнет снижать свои процентные ставки, несмотря на недавние ястребиные заявления представителей ЕЦБ. Конечно, это приведет к развороту на валютном рынке в сторону укрепления доллара. И в силу обратной корреляции между долларом и золотом, желтый металл, скорее всего, может пойти вниз. Но все будет зависеть от данных по инфляции в зоне евро. Рубль за последние пару недель вел себя практически идентично с котировками нефти. И это наталкивает на предположение о зависимости рубля от итогов заседания ОПЕК+. Если объемы добычи действительно будут сокращены, то доллар может сместиться в диапазон от 87 до 88 рублей. Если поставки нефти останутся неизменными или их даже увеличат, то как минимум доллар поднимется до 89,90 рублей. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи в следующем видео!